В этом году мы приглашали сторонников Красного Креста, волонтеров Красного Креста присоединиться к этой акции, но уже на базе РНПЦ, действительно с соблюдением всех санэпид моментов, санэпид режимов. И для нас было крайне удивительно, что когда мы разместили свою информацию с призывом присоединиться к поддаче крови, в этом году открыт был, мне кажется, в 4,5 раза выше. Для нас это очень важно, потому что действительно делаем доброе дело, и пропаганда, и развитие безвозмездного донорства, это, наверное, сегодня и государственная задача, и гуманитарная задача. Розунг сегодняшней акции – это сдать кровь во имя здоровой жизни. И наша задача всех нас максимально донести до людей вот это важное дело, которое мы делаем, сдаем кровь. Почему? Потому что эта кровь нужна для лечения людей, нужна прежде всего для оказания скорой медицинской помощи, нужна всем людям, от деток до пожилых людей. Поэтому прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто отозвался на эту акцию, спасибо своим сотрудникам, которые отозвались на эту акцию, спасибо всем донорам, и, конечно, спасибо Белорусскому обществу Красного Креста, который проводит каждый год такую акцию. Это важно для страны и для людей. Всемирный день донора отмечается во всем мире, начиная с 2005 года. Это всегда очень хороший повод для того, чтобы выразить благодарность всем людям, которые занимаются сдачей крови на безвозмездной добровольной основе. Потому что каждая сдача крови спасает человеческие жизни. Я с большим удовольствием присоединился к этой акции. Для меня это большая честь также выразить свою сопричастность и внести свой вклад маленький в это дело. Конечно, эпидемия COVID накладывает свой отпечаток. Можно сказать, что этот вопрос стал более актуальным. Потому что в связи со сложностями, которые возникают в связи с эпидемией, возможно снижение количества доноров и сокращение запасов крови, которые необходимы для спасения жизни. Поэтому, конечно, в условиях пандемии очень важно продолжать это мероприятие и делать его в условиях, которые будут безопасны и для доноров, и для пациентов, и для работников здравоохранения.